Добрый день! В пятой части мастер-класса про васильки мы сделаем тычинки для раскрывшегося цветка. Если посмотреть на цветок настоящего василька, то тычинки у него встречаются более темного цвета, чем основной цвет. И также в центральной части цветка встречаются тычинки такого же цвета, как и сами лепестки. Вот, например, у более светлого цветочка здесь видно, что есть тычинки темные и внутри тычинки такого же цвета, как сам цветок. У некоторых цветочков может быть другой цвет тычинок, то есть полностью темный или полностью светлый. Цвет тычинок вы выбираете по своему желанию, как вам больше нравится. Я использую такой вариант, что вот эта часть у меня почти всегда такого же цвета, как и сами лепестки. И встречаются изредка темные тычинки, на которых также есть светлые тычинки. Вот так выглядят те тычинки, которые я делаю более темные. То есть на одной проволочке я плету 7 штучек таких тычинок. Это игольчатое плетение, состоят они как бы из одного общего ствола, и из него выходят две маленьких иголочки более светлого цвета. В принципе, можно было бы сделать сразу три иголочки, то есть одну иголочку темного цвета и две светлых, чтобы не мучиться с иголочками на общем стволе. Но это также у нас увеличило бы количество вот этих иголочек у основания, и была бы вот эта часть очень объемной. Такой вариант с уменьшенным количеством иголочек у основания я использую в таких же целях, как и вариант с полураскрывшимся цветком, для того, чтобы у основания здесь было как можно меньше вот этих иголочек, а затем уже расходилось достаточно объемно все вверх. Так же и с тычинками, то есть у основания мне хочется, чтобы было мало этих иголочек, а уже когда они расходятся вверх, их было больше. Именно поэтому у нас у основания идет одна иголочка, а кверху она разделяется как бы на три. Это тычинки, которые идут по краю, а есть еще внутренние тычинки. Они состоят из простых таких иголочек, в основном здесь по три бисеринки, и примерно их 16-17 штучек я плету. Можно плести, как я уже говорила, любого цвета, как вам нравится. У меня здесь вот была смесь розового бисера. Мы сейчас делаем белую веточку, делаем тычинки для белого раскрывшегося цветка, для такого большого. Поэтому тычинки внутренние у меня будут розовые, точно такие же, то есть центральная часть более темная, и по краям более светлые тычинки. И внутри тоже будет более светлая. Вот в таком цвете тоже заметно, что здесь вот у меня идут 7 темных тычинок по краю, и добавлены розовые, как бы по бокам от тычинки, и внутренняя часть такая же, как и цвет лепестков. Ну и такие тычиночки плетутся очень простым способом. Плетем игольчатое плетение, всего лишь по 3 бисеринки, и мы рядом располагаем столько, сколько у нас получится из проволочки длиной 25 см. Здесь я использую также 0,4 проволочку, чтобы все это очень хорошо держало форму. Вот такой светло-розовый оттенок у меня будет на центральной тычинке. Плетем очень просто, набираем 3 бисеринки, одну убираем в сторону, и сквозь две проходим свободным кончиком. Здесь я оставляю примерно 2 см свободной проволоки, больше нам не нужно, и затягиваю. Дальше плету точно так же. Три бисеринки, одну в сторону, сквозь две прохожу проволочкой. И плотненько удерживая, затягиваю. И все таким образом плетем, пока у нас не закончится проволочка. Обычно такого отрезка проволоки хватает на 16-17 таких иголочек. Если у вас бисер очень мелкий, то добавляйте по 4 бисеринки. То есть примерно должно здесь получиться 6-7 мм высота каждой иголочки. Если бисер наоборот крупный, как рубка, например, то можно 2 использовать. Итак, это первый вариант тычинок, которые находятся в центре цветка. Затем по краю этих тычинок. Сейчас плетем вот такие. Для плетения таких тычинок я использовала 50 см 0,4 проволоки. И бисер двух цветов, более темный и светлый. Рассмотрим схему плетения второго варианта тычинок. Вот она эта схема. То есть сам столбик центральный, он состоит из 10 бисеринок. После четвертой бисеринки сверху мы делаем иголочку из трех бисеринок. Затем идет одна центральная. Затем снова иголочка из трех бисеринок. И добавляем 5 общих вниз. Для первой такой детальки я сейчас набираю 4 бисеринки основного темного цвета. Одну убираем в сторону, а сквозь три проходим проволочкой. Здесь я оставляю примерно 3 см свободной проволочки. И работать дальше я буду длинным кончиком проволоки. Вот мы сделали 4 верхних бисеринки. Теперь делаем первую иголочку из трех. Это у меня светлый бисер. Одну убираем в сторону. Сквозь две проходим. И когда затягиваем, то стараемся очень плотненько здесь все так же прижать пальчиками и затянули. Теперь нам нужно добавить одну центральную общую темного цвета. На обе проволочки. Вот она центральная. И теперь в эту сторону нам нужно сделать еще одну иголочку из трех бисеринок. То есть мы свободный конец длинный направляем в эту сторону и здесь делаем иголочку. Вот здесь будет еще одна иголочка из трех бисеринок. Убираем одну бисеринку в сторону. Проходим сквозь две и вытягиваем. Также прижимаем все очень плотненько, чтобы между бисеринками не было расстояния. Затягиваем. И нам остается сделать вот эти пять общих бисеринок, которые будут продолжением как раз всей основной части тычинки. Я набрала пять бисеринок темного цвета и мы их надеваем на обе проволочки. Все плотненько подтягиваем. Пассатижем подтягиваем. И раздвигаем кончики в стороны, чтобы бисер никуда не съезжал. Мы сделали первую тычинку. Теперь здесь рядышком делаем такую же. Но так как у нас уже нет свободного кончика, то мы сразу набираем 10 бисеринок основного цвета. И уже на этом стволике делаем две иголочки. Набираем 10 основного цвета. Теперь нам нужно, чтобы вверху было 4 бисеринки. То есть вот они наши 4. Одну мы убираем в сторону. Через 3 проходим проволочкой. Затягиваем. Здесь все плотненько подтягиваем. И затягиваем проволочку. Все, проволочка у нас вышла после 4 бисеринок. Теперь здесь мы делаем иголочку из трех. Вот у нас 3 светлых бисеринки. Одну убираем в сторону. Проходим сквозь две. И теперь нам нужно пройти сквозь пятую сверху. Вот 4 мы уже использовали. Теперь мы используем пятую. То есть мы проволочкой проходим сквозь эту пятую бисеринку. Вот у нас кончик появился. И затягиваем его. Здесь все выравниваем. Иголочку зажимаем. Затянули. Все. Теперь мы с этой стороны делаем еще одну иголочку. То есть она у нас уже располагается после пятой бисеринки сверху. Вот 3 бисеринки. Одну убираем в сторону. Проходим сквозь две. И если получится с одного раза, то через пять оставшихся. Если нет, то вытаскиваем проволочку. И потом еще раз проходим через эти. Можно прямо сразу направить проволочку через эти пять оставшихся. Вот показался кончик. И вытягиваем. Здесь все плотненько пальчиками зажимаем. И затягиваем до конца. Вот у нас получилась вторая тычиночка. Мы ее располагаем рядышком. И таким образом плетем, пока не закончится проволочка. В основном получается семь таких тычинок. Все последующие плетем точно так же, как вторую. Набираем 10 бисеринок одного цвета. Темного основного. И после четырех добавляем одну иголочку. После пятой бисеринки еще одну. И спускаемся вниз до конца. И сразу же начнем сборку цветка. Нам останется сделать только лепестки. Но мы научимся уже плести и тычинки. И собирать их. У нас будет готовая заготовка для большого цветочка. Для сборки большого цветка я буду также использовать такую же проволочку длиной примерно 12 см загнутым кончиком на конце. И будем мы использовать подготовленные тычинки. Для этого я беру мелкие центральные тычинки. И между первой и второй иголочкой зацепляюсь этой проволочкой. И для надежности еще зажму вот эту петельку, чтобы уже точно никуда не соскочили тычинки. И направляю их вверх, чтобы они мне не сильно мешали. И теперь у меня вот этот кончик от первых тычинок и от вторых тычинок. Я их соединяю как бы вместе и обкручиваю вокруг основной проволоки, на которую я собираю цветочек. Теперь это так и остается вверху. А эти тычинки я начинаю обкручивать вот так вокруг проволочки. Обкручиваем их. Кончик направляем вниз. И оборачиваем вокруг проволоки. Теперь мы можем распределить эти тычиночки, их у нас 7, чтобы они смотрели в разные стороны. И чтобы они не сильно были растянуты по проволочке, вот так их поджимаем, чтобы они все были как бы из одной точки роста. Вот так примерно распределяем. Теперь займемся этими тычинками. То есть почему мы сначала зафиксировали тычинки второго варианта? Для того, чтобы вот эти тычинки, так как у них очень много у основания иголочек, не расползлись по всему стволу вниз. Чтобы у них было ограничение, чтобы они никуда не падали и не распускались. То есть обкрутить такие тычинки вокруг проволочки достаточно сложно. Если я просто возьму тычинки и возьму проволочку и начну вокруг обкручивать, то конечно же они будут расползаться, ездить туда-сюда. А здесь у нас уже все плотно зафиксировано, ничего никуда не денется. И теперь мы уже можем просто первые тычинки вот так вверх поднять и вокруг них вот так зафиксируем. Просто обкручиваем вокруг вот эти тычиночки. Все. Вот этот кончик проволочки заводим между тычинками нижнего ряда и также оборачиваем вокруг основной проволочки. Вот эта вся часть у нас будет спрятана как раз под чашелистиком. Поэтому здесь я смело фиксирую проволочку. И я знаю, что здесь она будет закрыта, не будет здесь видно ничего. Вот отсюда пойдет уже тейп-лента, здесь будет все красиво. Меня больше всего интересует, чтобы здесь все было плотно, ничего никуда не распустилось и не распалось. Вот такая получается верхушечка. Ну, примерно распределяем так, чтобы они смотрели в разные стороны тычиночки. А вот эти тычинки изгибаем вот так, вверх приподнимаем, а более светлые немножко как бы внутрь. Вот таким образом вверх, а эти немного внутрь. И получается вот такая центральная часть для цветочка. Она у нас уже готова, останется добавить только по кругу лепестки. И вот как раз то, о чем я вам говорила, почему я выбрала именно такой способ, чтобы здесь у основания было как можно меньше иголочек, но здесь было достаточно объемно. То есть здесь мне нужно много иголок, у основания мне нужно их мало. Именно поэтому здесь такой способ выбран. Эта центральная часть у нас уже готова. Мы ее откладываем. И в следующей части мы научимся делать лепестки. Спасибо за внимание, желаю всем успехов!